Президент России заявил о захвате Украины под внешний контроль. Под предлогом обеспечения транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему Вашингтон ввел санкции против газопровода «Северный поток-2». А после заключения договора о транзите не стал их отменять, заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что США взяли Украину под внешнее управление. Об этом он заявил в интервью российскому информационному агентству. США обхаживают Украину и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас, заявил он. Российский президент считает, что США должны были отменить санкции после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной. По его мнению, этого не происходит потому, что США хотят обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу. При этом он добавил, что Россия заинтересована в транзите газа через территорию Украины в связи с увеличением потребления в европейских странах. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что представители Украины введут переговоры с Соединенными Штатами и другими странами с целью окончательно похоронить российский проект «Северный поток-2». Путин высказал мнение, что такая позиция идет во вред потребителю в Европе. Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают «Северный поток-2» угрозой для энергетической безопасности Европы. Напомним, что десятилетний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года. 32 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. По условиям контракта минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. Кроме того, подчеркивалось, что впервые в истории Украины «Газпром» заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или платье». В феврале министр энергетики США Дэн Бруетт заявлял, что Россия не сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2» после того, как оно прервалось из-за американских санкций. Он также опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. По его словам, это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии.